выглядит как будто я фоткаюсь в зеркало в туалете но нет в общем природа настолько оздоровилась что не только дельфины вернулись в реке италии но на канале android setup стали выходить видосы про технику всем привет меня зовут дмитрий вы на канале android setup и в этом видео я вам расскажу о своем смартфоне а это huawei p30 pro поэтому будет интересно будет очень не быстро не могу сказать что будет супер долго но я буду рассказывать подробно в некоторых местах очень подробно и поэтому приготовьте себе поесть чего-нибудь да там чайку поставьте поесть приготовьтесь лайк обязательно обязательно лайк вообще без него никак комментарии с четырех слов вы знаете это нужно для продвижения мне это прямо особенно на видосах с техникой прям супер нужно поэтому все это сделали про колокольчик я промолчу хрен с ним с колокольчиком но все кто не сделал колокольчик включить его там где он там включается вот тут он включен фикс не короче колокольчик тоже активируйте чтобы вам приходили все уведомления просто там кликнуть на колокольчик там раз там и все да вот как у макса сделан я знаю мне макс показывает у меня так сделано как у макса сделать у нефтяника который не который там не дизлайки ставит а который нефтяник и начнем да значит быстренько содержание ролика сначала значит предыстория почему я взял себе именно p30 pro как свой основной смартфон на андроиде где его купил как его купил затем немножко о смартфоне в основном ее там внешний вид потом тихонечку перейду по поводу того что в нем классного интересного там будет уже дальше наверно производительность автономность не знаю очередность какая из них с примерами разные фишки которые у него есть а у него фишек ух прям тележка целая и во концове наверное поговорим о его фото и видео возможностях да и в самое последнее наверно будет его итог вот такое вот содержание ролика поэтому начнем с предыстории с чего вдруг я чек который довольно таки скептически это мягко сказать да не мягко сказать довольно таки негативно относятся к бренду ховой к бренду которая делает смартфон и планшет тому подобное да почти в начале каждого ролика про какую-то технику у меня не так много да у меня обзоров очень мало первых про ховой я всегда говорю что я как бы отношусь негативно но каждая каждый смартфон почти чем-то все-таки интересен и значит у меня когда был on our 20 про мне в нем понравилось что мне в нем понравился бзум вот этот зум блин круто казалось бы все такой тоненький смартфон без когда бля а зум у него ух 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 ухеренный зум и меня это заинтересовало да у меня есть samsung с 4 зум с разбитым экраном валяется обожал этот смартфон всем ним меня устраивал кроме того что я там разбил экран и которыми того что у него здесь такая огромная дула огромная дула до торчит которая выезжает но там была крутая фишка когда приложение которое по-тихому использует камеру ты видит адула открывалась да то есть есть приложение которое по-тихому используют иногда камеру а ты сидишь там включил какой-то зум с камерой выехал думаешь я же не вызывал ничего крутая фишка да ну не сразу понимать что она крутая вот и я как бы думаю блин надо что-то сезон взять плюс я подписан на кедр плюс не очень давно как он остался только у лепоты вот я слежу за творчеством саши лепота кто не знает у нас кедра плюс у него есть офигенный канал там и цигут рип нихера его не смотрю знаешь офигенный канал всем советую было такое кто любит про путешествие и суть в чем я во многом с лепотой не согласен во многом прям многие вещи которые он говорит мне кажется но мне нравится его творчество поэтому я за ним слежу там лайки нет нет ставлю комменты нет нет пишу где там надо поддержать вот и суть в чем он по моему год проходил с этим смартом все на него фоткал рассказывал что какой он классный и чуть ли я каша вот этот момент уже до конца не помню чуть ли не настолько классный что фоткает как 11 айфон да у него второй по моему был или какой-то там айфон не помню честно вот это вот все уже у меня где-то там далеко в памяти лежит поэтому я вытащил и инфа не сотка называется поэтому чтоб не передрались и вы знаете у меня был 11 айфон был его продал не так давно и короче что дальше я соответственно понял что мне блин нужен p30 pro первых убедиться что он действительно так классно фоткает во вторых посмотреть что там зумом потому что зум из сколько тут ну там 50 50 50 50 и понятно дело что все там интерполяции 30 но все равно короче я его себе решил четко купить посмотрел ценник в магазине на тот момент он опять я же говорю когда это был два или три месяца назад стоил еще до начала самоизоляции счет писать как это давно было сейчас конец мая прям совсем 20 не помню какое число 4 по моему и короче я его смотрю он там тогда стоил 47 я думаю ничего да я не готов я не готов поэтому купил себе его на авито купил за 39 тысяч как мне показалось тогда это была неплохая цена потому что на авито были либо объявления овер 40 тысяч там 44 43 42 41 и один мужик решила за 39 мне отдать вот купил в принципе я считаю что это была удачная покупка потому что предыдущий хозяин обвернул этот смартфон весь в защитную пленку то есть они просто защитная пленка тут а у него и края короче он обвернут полностью в защитную пленку и прям вообще прям бальзам на душ когда виду блин классно здесь в пленке ну и что что его постоянно ношу вот в этом чехле я даже не знаю вот этот чехол он комплект на или не комплект на он какой-то такой знаете как как графитовый вроде я видел что комплектные чехлы из по 30 про они прозрачные только-то крым таких хрен с ним он классный удобный в лежит в нем поэтому никаких претензий также по комплекту могу сказать там была зарядка чертовски которая быстро заряжает и наушники юсби сишны и чисто вот потому что тут нету этого смартфона джека три с половиной также как на нем нету и индикатор уведомлений вот сразу такие минусы полетели и соответственно я его купил начал пользоваться и давайте сразу скажу про его внешний вид а потому что вот тут не один момент доставляет очень сильное недовольство по внешнему виду блин да нормальный смартфон да кстати эта версия 8 256 на всякий случай мало ли там кому нужна информация дизайн у меня претензий никаких да мне даже нравится вот этот момент что у него вот эти грани они плоские его можно поставить вот так на стол при мне это нравится в блин круто все но что мне в нем очень сильно бесит и раздражает это то что у него края пока ты вот эти вот скосы водопады вот это дрянь по-другому я не могу сказать просто когда раньше я брал на тестирование и мне просто не нравились вот эти вот скругленные края и сколько пользуешься во время тестера там неделю две недели смартфона и все но когда ты не пользуется постоянно 24 на 7 и ты понимаешь что это прям дерьмо просто тот кто это придумал просто его рот домик для писи вот просто так жестко меня это раздражает вы не представляете на смартфоне самый простой пример когда ты редактируешь какую-то фотографию вот сейчас есть изображение потому что у нас камеры вот видите края края они заходят сюда и тебе чтобы тут отредактировать что-то или что-то сделать это так это одно из вариантов это касается редактирования фоток редактирования видео то есть тебе приходится уменьшать чтобы на этих краях не отображалась плюс есть некоторых контент в некоторых играх мелочи да но вот тут вот он нажимается херовье потому что ну здесь наверно сделать специально чувствительность херовье ну допустим в том же самом пабжике вот тут находятся крестики когда у меня был экран не сужен да ты крестик не с первого раза нажимаешь и это бесит это бесит и ты понимаешь что это из-за того что эти сраные углы покаты плюс я пользуюсь жестами да влево право свайпнул 3 10 жесты не всегда отрабатываются правильно особенно когда ты используешь чехол поэтому не знаю меня это жутко раздражает эти вонючие пока ты экраны просто дрянь по-другому я не могу просто бесючая до ужасов в остальном дизайн классный никаких претензий все нормально камера которая чуть-чуть выпячивает нормально выпячивать но чехол это скрывает пофигу далее значит у этого смартфона есть классная штука которая называется инфракрасный порт обожаю когда в смартфонах есть инфракрасный это просто супер никогда не пользуюсь но я реально это обожаю просто есть инфракрасный просто просто огонь у смартфона также есть влагозащита влага пыли чё там 67 68 точно сейчас не скажу нанесу и это тоже круто я конечно в этом функционале в плане ip67 68 или любой влагозащите когда ты покупаешь был устройство я сильно сомневаюсь но как бы осознание душу греет что даже когда ты его уронишь вроде удачно может быть он не сдохнет сразу это классно дальше по поводу его софта вот по поводу того как работает сам смартфон по поводу оболочки за все время сколько я не не пользуюсь ни разу это скотина не заглючила ни разу не глюк ни разу не зависла намертво я не знаю в чем проблема почему он не глючит ни разу хотя сяоми у меня бывало чтоб разочек раз так намертво разу завис и все и сидит и канон отвисит ни разу такого не было далее у этого смартфона можно организовать запись разговоров да почему можно организовать потому что изначально на девятом андроиде тут есть запись разговоров все нормально но когда ты обновляешься на десятку на десятки этого нету но если ты обновился на девять с девятки у тебя на девятки запись была вот и на обновился на десятку то она сохраняется но я соответственно купил бы уже на десятке и записи не было и вопрос очень просто решается. Ты скачиваешь какое-то приложение, называется HiSilicon или Silicon High. Короче, на соответствующих форумах ты можешь найти название этого приложухи. Ты откатываешься в несколько кликов на девятку, на девятке это ставишь, обновляешься на десятку, ставишь все обновления, и у тебя есть запись разговоров. Но справедливости ради стоит сказать, что она не такая кайфовая, как на Xiaomi. Вот на Xiaomi, в Xiaomi-шной настоящей звонилке, в Xiaomi-шной, в Xiaomi-шной, короче, в комментах напишите, как правильно. У них там записывалка разговоров, они классны тем, что там вот у тебя, значит, есть список вызовов, ты в любой проваливаешься, помимо того, что ты видишь все количество звонков, время, ты можешь провалиться в любой вызов, и оно тебя кинет сразу на запись. Тут такого нет, тут есть просто список вызовов и все. Чтобы найти запись разговоров, тебе нужно либо зайти в телефон еще записи разговоров, через файловый менеджер, либо через шторку, после каждой записи у меня шторка появляется, через шторку туда перейти. Там довольно-таки кривая система поиска, она как-то через жопу все ищет, но найти все-таки можно как-то эту запись, которая тебе нужна, но это не так кайфово, как на Xiaomi. Но хочется сказать спасибо, что оно тут есть. Спасибо, что сохранили возможность его вернуть. Далее, что значит мне в системе не понравилось? Тут нету двойных приложений. Что такое двойные приложения? Это когда ты можешь поставить там два WhatsApp одновременно одинаковых. Два, к примеру, клиента каких-то, два личных кабинета сотового пирата, два личных кабинета одинаковых чего-то. Короче, двойные приложения. Вы не знаете, что такое двойные приложения? Тут есть такая функция, называется приложение клон, но в этой функции доступен один сраный WeChat, который в принципе и хрен с ним, мне он как двойной не нужен. А у меня есть огромное количество других приложений, для которых мне нужен, нужно, нужна эта функция. А сорян, приходится, ну я правда не использую пока ничего стороннего, пока не так все, конечно, грустно и печально, но я подозреваю, что надо будет что-нибудь типа Parallel Space составить. Если вдруг вы знаете действительно надежное приложение а-ля Parallel Space или Upcloner или что-нибудь подобное, именно надежное там. Работают они примерно плюс-минус все одинаково. Главное, чтобы она была надежной, потому что обычно у меня вторым приложением это второй мой тоже личный кабинет, и как бы не хочу я, чтобы отдавать свои данные кому попало, поэтому пока не пользуюсь. И от этого грустно, что этого нету в стоке, потому что в стоке есть, на Xiaomi это и есть. Это кайфово, что на Xiaomi. Да на многих смартфонах есть двойные приложения, и они не такие херовые. В остальном по системе вообще никаких претензий. Вообще собака работает, все четко, гладко. А в плане его автономности, да, я не помню, говорил, не говорил про автономность, но скажу, если даже и говорил, потому что я уже не первый раз перезаписываю. Я записал целый ролик, мне кто-то позвонил, у меня сбилась надпись, я в приложении не увидел, что сбилась надпись. Я полчаса сидел, рассказывал. Потом, когда это увидел, я немножечко поорал, успокоился и решил заново записать. Ничего страшного. Вот я сейчас каждые пять минут теперь захожу в приложение, смотрю, записывает ли оно. Так вот, по поводу его автономности. Это меня тоже поразило. Тут батареечка что-то около 1400, и я на ней спокойно, без игр, без записи экрана, вытягивал двое суток. Двое суток. Для меня это, я когда первый раз смотрю, короче, я пришел вечером домой, смотрю, 50 процентов заряда осталось. Думаю, как, какого? Почему так много? Обычно я прихожу, у меня вечером составляет там, ну, 20 процентов, ну, 30, 50. Смотрю, короче, когда он меня отработал двое суток, я охренел. Без игр. Очень крутая автономность, прям очень. Понятное дело, что он, тут еще такая система очень умная, он душит приложения, которыми ты не пользуешься. Ну, ты можешь зайти там в настройках, всем разрешить, дать разрешение, все нормально, но я как бы человек ленивый. Я как бы смотрю, вот у меня есть приложение там, допустим, от охранки, есть приложение там еще от некоторых компаний, мне от этих приложений нужны только пуши. Ну, я так позаходил несколько раз в приложение там в день, смотрю, пуши, заработали. А так, если ты каким-то приложением не пользуешься, он душит нахрен, оно не работает. Вот так вот работает эта автономность, классно. Мне это понравилось. То же самое, я уже и запамятовал про его зарядку, наверное, говорил, что он заряжается меньше, чем за час до 100, или около часа до 100 процентов. Короче, быстро. Тоже охереть, как быстро, да. Я не замечаю, прям вообще, воткнул, но это на родной зарядке, на родном кабеле. Очень. Я в восторге в плане батареи, в плане автономности, в плане того, как быстро он... Ох, у меня и время еще заканчивается. В плане его производительности, да, тут есть два варианта. Сейчас я найду, у меня где-то есть скриншоты. Скриншоты я снимал, потому что в Antutu не вижу смысла заходить. Тут, значит, стоит Кирюха, 980 и 8 гигов оперативы. Это LPDDR-X4 или DDR4X. А, DDR4X будет правильно сказать. Вот. И если ты, обычный парень, ничего не включаешь, как я это называю, Turbo Boost, это я так называю, там в системе называется производитель... производительный режим, да, то все 385 тысяч в Antutu он выдает. От себя скажу, записывать экран, играть в PUBG даже на максималках без проблем. Кроме Miramara и других не очень оптимизированных карт. Нигде не тормозит, все окей. 385 тысяч, прям нормально. Но если тебе хочется немножечко бустануть его, ты заходишь в производительный режим, 413 тысяч. Ну, сколько там, 28 тысяч разница. Ну, приятно, приятно, что ты знаешь, если тебе надо, ты можешь дать огня смартфону, и он будет производительный немножечко. Это прикольно. Это прикольно осознавать, но батарейку жрет, как скотина в этом режиме. Просто как будто спорт-режим включил на Porsche Cayenne Turbo S. Никогда не ездил на Porsche Cayenne Turbo S. Не знаю, как там спорт-режим работает. Ну, примерно так, наверное. Не уверен. Короче, вот так вот это работает в плане производительности. Изводительности. Вот. Касаемо его выхода, да, соответственно, у него поддержка есть не только MHL, но ты можешь, помимо того, что просто выводить изображение на экран своего монитора или телевизора, вот я продолжаю смотреть, что приложение пишет, ты также можешь из смартфона делать десктопный компьютер. То есть ты его подключил, сам смартфон превращается в трекпад, а у тебя на рабочем, на мониторе, блин, удобный, удобный рабочий стол. Блин, это так выглядит круто. Если я все-таки нашел запись, эту запись с iCloud, если я нашел, то я сейчас вставлю пример. Итак, берете вот такой вот кабель HDMI USB-C. Затем подключаете кабель к монитору, а второй конец к вашему смартфону. Я боюсь, у меня одной рукой не получится. После подключения мы, значит, что имеем? Мы имеем вот такой вот режим. Сейчас он находится в режиме рабочего стола. Что это значит? Значит, это значит, что у нас сейчас абсолютно обыкновенный дубляж экрана, да? Все, дубляж экрана и тут, и на мониторе. Но я бы это не снимал, если бы у нас не было режима рабочего стола. Так, что оно? Вот, рассказываю. Типа, вот там свайпы всякие, все дела. И что у нас получается? У нас здесь получается рабочий стол компа. Так, давай, дружок. Это мы закроем. Это у нас, значит, тачпад, да? То есть, смотрите, вон мышка. Вожу мышкой. Здесь у нас практически выглядит, как будто бы полноценный... Это вообще, я бы сказал, полноценный рабочий стол. Я могу запускать разные приложения. Ну, к примеру, давайте запустим PUBG в таком режиме, да? Соответственно, пока он запускается, я его сверну. И сейчас, к примеру, открою YouTube. YouTube открыл. Так. Сейчас тут зайдем. Account. Мой канал. Вот так. Пока у нас YouTube открывается, я открою папку. Папка у нас дальше, по ходу дела, не грузилась. Сейчас загрузится PUBG. Ну, по мне, так, это очень крутой режим. Прям сверх супер крутой режим. Если бы... А я, наверное, сейчас, может, даже и проверю, да? Подключу геймпад. У меня есть боксовский геймпад. Вот он, боксовский геймпад. Сейчас попробую подключить к Honor и посмотреть, что-нибудь у меня получится. Но, правда, игра будет другая, потому что PUBG геймпада не поддерживает. Открыть. Чик. Единственное, а где звук? А звук почему-то не выводится. Не знаю почему. А, нет, выводится. Все, слышите, звук есть. Я просто у меня отключена мелодия. Сейчас. Вот, звук выводится. Все, все как полагается. Очень даже круто. Тем временем YouTube открылся. Ну, короче, практически. Практическая операционная система. Но есть маленький нюанс, как я и говорил. У меня есть переходник Kingston Nucleum. И через него, как бы, изображение выводится. Но, если подключить по USB-то мышку, клавиатуру и что-нибудь третья, десятая, то ничего не получается. А Bluetooth мышки и клавиатуры у меня, к сожалению, нет. Так, двумя пальцами. А, двумя пальцами скроллится. Воу, воу. Я бы сказал, что это суперудобно. Прям, прям вообще кайфец. Можно вот так вот видосики взять. Че там по Тафу, Димас? Да, да. Как своим пользовался. Сегодня его заберут. Сегодня 12 число. Тем временем я пока могу еще, знаете, че открыть. К примеру, взять. Инстаграмчик открыть. Чик. Чик. Инстаграмчик. Так, твой опыт, Димасик. Мы в курсах, что это. Опа. А, нет, все нормально. Можно выйти за приложение. Переключиться. Короче, ну, вообще, очень-очень удобно. Вот. А я потом, мне это все дело надоело. Я взял. Еще и сделал запись экрана. Окей. Я взял, нажал. Вот так вот. И все. И ничего не произошло. Режим проекции. Нет, я хочу вернуться. Хочу. А, вот, режим смартфона. Все. Обычный дубляж экрана. Очень крутая функция. Ну, что я вам хочу сказать. Все это прекрасно работает. Вот. Так, чтобы было видно, что это и то, и то. Короче, я могу полноценно играть на геймпаде в форточку с мобильного. Подключив его к телеку. Но это, опять же, Huawei P30 Pro. Это на нем так работает. А какая кнопка? А, выпрыгнуть. Сейчас мы выпрыгнем. Или ее надо подержать? А что он не выпрыгивает? А, надо было подержать чуть-чуть. Короче, можно играть. Надо будет Денчику сказать. Денчик, надеюсь, ты подписан на мою телегу. И ты это видишь. Твой Huawei тоже должен такую мочь. Проверь. Это так ощущается классно. Как будто играешь за консолью. То есть, это еще одна крутая фишка этого смартфона. Что ты можешь из него сделать либо портативную Android консоль. В плане стриминга, гейминга, записи экрана. Запись экрана тут идет в разрешении 1270 на 500. Какое-то ущербное разрешение. Но оно, во-первых, апскейлиться до Full HD вообще на изи. У меня на канале куча примеров записи, где я записывал прямо с экрана. Где-то есть, где я делал апскейл и бахал 60 кадров. Выглядит классно картинка. Где-то есть, вот, к примеру, сегодня вышел видос, где про обнову 0.19 PUBG. Он прям напрямую записан, запись. И запись прямо выложена. Так же, без какой-либо обработки. Просто в тупую записал, выложил. И без монтажа. Я, наверное, примеры покидаю, да? Где там обычно эти примеры бывают? Вот тут, наверное, да? Если вам вдруг интересно. То есть записывать на нем контент удобно. Стримить с него можно через карту захвата. Но! Есть одно но. Да? Тут осталась одна минута. Это то, что ты, когда все это дело подключаешь, все оно, конечно, работает. Но есть момент. Когда ты в игре, в PUBG Mobile, конкретно я за PUBG Mobile говорю, включаешь микрофон, чтобы говорить с собеседниками, звук почему-то приходит, блин, в телефон. То есть, обычно, когда я стримил с iPad, ты включаешь, подключаешь iPad к карте захвата, выводишь изображение, весь звук там, звук идет на ушки, все окей. А тут же нет. Тут почему-то Android думает, пошел ты в жопу, я звук кину на смартфон, несмотря на то, что к нему подключен кабель, и все вроде как должно передаваться по кабелю. Вот так вот это работает. Решение этого на сейчас я не нашел. Я еще буду, естественно, искать этого решения. Ну, решение будет, наверное, простое, общаться через Discord и просто выключить микрофон в PUBG. Хотя, может быть, кто-то из вас знает это решение, то напишите в комментах. Я пока не нашел. Он почему-то звук, когда ты включаешь именно в PUBG, да, выдает на динамике. И, соответственно, получается, ты не... Ну, то есть, все идет через динамик. Хреново, неудобно, но... Тогда отключаешь микрофон, тогда все нормально получается, да. И там звук идет в систему, соответственно, ты слышишь все через наушники. Вот такие дела в плане гейминга и стриминга. О чем я еще, наверное, не сказал. Это осталось, наверное, только его фото и видео возможности. Да, если... Давайте сразу скажу по-быстрому о видео возможности. Опять же, если я добрался до своего iCloud, у меня были... Я специально записывал сравнение, где я шел с iPhone 11 и P30 Pro и сравнил видео в разных разрешениях. Я сейчас все это положу. Так, пример съемки видео. С правой стороны у меня iPhone 11. С левой стороны у меня Huawei P30 Pro. Разрешение Full HD 4K. Смотрим, как он снимает видео. И сейчас попробую подойти к дереву. Посмотреть, что у нас там с фокусом. А теперь вдаль. Опять же, это яркий свет, яркое освещение. Все как бы должно быть хорошо. Слева Huawei P30 Pro, справа iPhone 11. Снимаю на ширик. Full HD 60 кадров. Вот так вот оно снимает. Как всегда, мне кажется, что на P30, по крайней мере, тому, что я вижу на картинке, нет никакой стабилизации. Плюс P30... Ладно, их переставлю местами. Сейчас iPhone слева, а P30 справа. Почему-то слишком много темного, да, во время съемки на P30. Теперь опять P30 слева. Так, это 60 кадров. Ну, прям, прям вот тут особенно огромная разница. Так, вот это мы смотрим фокус. 4К 30 кадров, ширик. Слева P30 Pro Huawei, а справа iPhone 11. И смотрим, кто лучше снимает на ширик. Так, что у нас там по стабилизации, по фокусировке. Почему-то на P30 Pro картинка всегда, мне кажется... Так, сейчас я поставил P30 Pro вверх, iPhone 11 вниз. Темнее. С фокусом я ни хера не понял, честное слово. Ладно, выйду на свет. А ну-ка. Еще непонятно. Короче, вот так вот они снимают на ширик 4К. Если вы это не увидели, увидели всего лишь пример с P30 Pro, ну, не нашел, сорян. Вот, по поводу его видео могу что сказать. Да, снимает он, ну, так себе. Да, начнем с простых вещей. С тех, что на сегодня, опять же, получив все обновления, которые на него присылались, он может снимать 4К только в 30 кадров в секунду. Это первое, что меня, как бы, немножко подрастроило. На всякий случай сообщу, что Pocophone может снимать 4К в 60 кадров. Да? А этот помимо того, что только 30 кадров, так еще и с ограничением в 10 минут. Вот. Но не могу сказать, что снимает прям совсем херово. Снимает нормально. Ну, не прям супер, но и неплохо. Так, сойдет нормально. Опять же, это если сравнивать его с 11-м iPhone. 11-й iPhone во всем лучше, да? У него и фронталка лучше снимает, и все. Тут, кстати, фронталка тоже такая себе. Не могу сказать, что прям вау, круто. Такая себе. Я, например, сейчас кину на всякий случай, чтобы посмотрели. Фронтальная камера, слева P30 Pro, справа 11-й iPhone. Съемка Full HD 30 кадров, потому что P30 Pro просто тупо больше не может. iPhone может и 60 кадров, и 4К 60 кадров. Как только не может. Но мы смотрим стабилизацию. И вот, допустим, как бы расстояние от меня до смартфона одинаковое, да? Ну, на P30 Pro почему-то идет какое-то приближение. А на iPhone все так широко, удобно. Короче, вот так вот. А ну-ка, жалеечка есть где-нибудь? Вроде не вижу особо. Надо будет на компе глянуть. Если говорить в плане его фотовозможностей. Если, опять же, сравнивать с 11-м iPhone, то, по моему мнению, скромному, да? Когда ты достаешь смартфон просто в тупую с кармана, просто максимум, что ты делаешь, это протираешь линзу, чтобы она была чистая. Но там не настраиваешь, никакие супер-режимы, не ищешь. Достал, щелкнул. Он снимает хуже, чем 11-м iPhone. Причем ощутимо хуже. Я неоднократно скидывал примеры фотографий. Кидал одну фотографию, кидал вторую. И спрашивал, а какая, где, типа, лучше, по вашему мнению, фото? Они говорили, что лучше. А потом говорят, а да, iPhone. А вот это P30 Pro. И все. По моему мнению, он снимает сильно хуже, чем... Ну, не просто хуже, чем 11-м iPhone. Просто хуже. Но если говорить, в принципе, о его съемке, то он снимает классно, как Android-смартфон, как Android-флагман, то он прям классно снимает. Прям ух, классно. И если говорить о том, ради чего я его купил, ради Zoom, то это вообще охрененно. Просто суперски. Просто я, когда первые разы фотографировал, там, на 10x, на, там, 15x, это просто, ты смотришь, во-первых, это охренеть как далеко для смартфона, у которого нету здесь никакого дула выезжающего. Во-вторых, это качественно. Это не просто там какое-то мыло. Там мыло уже получается, когда ты на 50x фоткаешь, там, понятно, уже такое, там, искусственный интеллект, что-то дорисовал, что-то не дорисовал. Но и то можно понять и увидеть. Но Zoom это то, ради чего лично я этому смартфону прощаю все его минусы. Просто это суперсила этого смартфона. Просто вот смартфона есть суперсила. Ты можешь охренеть как далеко посмотреть и сфотографировать что угодно. Также ты можешь охренеть как далеко сделать видео. Я даже делал несколько таких вариантов. То есть, если ты снимаешь видео, и максимум, сколько ты можешь призумить, это 15x. Да, я думаю, что вы, ребята, я что там, не справлюсь. Я, короче, включал фоторежим, делал 50x и включал запись разговора. По качеству получалось одно и то же. В плане его Zoom это прям очень крутая фишка, которой я пользуюсь, можно сказать, каждый день. Ты идешь где-то, смотришь, что-то там вдалеке, что-то надо посмотреть. Вместо того, чтобы подойти, ты просто... А, все понятно. Или смотришь там где-нибудь птичка сидит, какая-нибудь редкая ты... А, видел эту птичку. Это очень круто. Или, допустим, у меня были такие кейсы, что я проезжаю мимо здания, мне надо посмотреть время работы, сфоткать, чтобы там потом не забыть. Я, не выходя из машины, щелк, поехал. Это реально полезная фишка, которой лично я пользуюсь чуть ли не каждый день. Или даже, можно сказать, каждый день. Zoom. Это прям круто. Очень круто. Я от этого в дичайшем восторге. Просто Zoom это супер. Ни один из сегодняшних смартфонов не может текущих флагманов этого года похвастаться чем-то подобным. Вы скажете, ну вот же Samsung Galaxy S20 Ultra. Ну да, вон где он в коробочке лежит распакованный, прислали на обзор. Я даже не стал смотреть. Я даже не стал смотреть, потому что когда только начали снимать на него обзоры, у Илюхи Зверьё был в Инсте фотка Луны, да? Я смотрю, что он там, блин, за пельмень сфотографировал, да? Как-то корявая. Я беру чик, щелк. У него ровненькая Луна. Понятное дело, что он дорисовывает это, да? Когда он что-то видит круглое вдалеке, он... А, Луна! У него тут, короче, есть такой искусственный интеллект. Он определяет, что он там на картинке видит. А, это Луна! Или бывает, что ты сфоткаешь яркое вдалеке. Он, э, Луна, так и нарисовать её не может. И, эй, ладно, не Луна. И он лучше в плане зума, чем S20 Ultra на тот момент, да? На этот момент, я, конечно, не сравниваю. Просто неинтересно. Просто вот лежит у меня Ultra, мне прислали на обзор, там, неделю или две назад, я не помню. Неинтересно, чем он может удивить. Посмотреть на тот зум или в этот 8К? Где его обработают? Нахрен мне 8К нужно? Поэтому, лично, моё мнение, что на сегодня это прям... Блин, очень крутой смартфон. И ни один из текущих флагманов не может похвастаться таким же полезным набором функций. Да? К тому же, я вам не сказал, что здесь есть беспроводная зарядка. К тому же, я не сказал, что здесь есть реверсивная беспроводная зарядка. Что ещё добавляет в копилку плюсов. Да? Давайте подвижу итог, коротко, за что мне нравится этот смартфон. Инфракрасный порт, не пользуюсь, охрененно. Есть запись разговоров, пользуюсь, нужно. Есть быстрая зарядка и хорошая автономность, офигенно. Есть влагозащита, не говорю, что конкретно в моём она ещё осталась, но всё равно есть. Есть чертовский офигенный зум, хорошая камера по меркам Android. А чё я эти пальцы зажал? Вот. Стоит он на сегодня, ну, если вы ловите в Q-ке, что-то около 44 тысяч. И это за версию 8.256. И дальше я забыл, да? Про беспроводные зарядки, возможность выводить изображение через MHL, подключать джойстик от консоли и делать из него портативную консоль на Android, в которой ты можешь комфортно играть в тот же, да, Fortnite, ну, просто или в те игры, которые поддерживают геймпад. Вот. Просто вывел изображение. И это кейс, которым я пользовался, не просто так сказал, а я пользовался. Понятное дело, что каждый день этим не пользуешься. У меня там есть другие устройства для игр. Но если бы не было, то этим можно пользоваться. То есть ты можешь купить себе одно устройство и поигрывать в те игры, которые это поддерживают. Возможно, конечно, другие смартфоны это тоже поддерживают. Мы говорим в этом видео про P30 Pro. И на мой взгляд, что сегодня стоит ли покупать этот смартфон? На мой взгляд, да. Да, если вы досмотрели до сюда, во-первых, обязательно напишите об этом в комментариях. Во-вторых, если вдруг вы знаете смартфон, который по набору хотя бы тех же функций может превзойти этот смартфон, обязательно напишите его название в комментариях. На этом, я думаю, стоит закончить. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Тот, кто досмотрел его до конца. Огромное спасибо. И не забудьте там про лайки, комментарии. Мне помогает это продвигаться. Все. Пока. Надеюсь, ролик был полезен для тем, кто выбирает себе смартфон. Или хочет узнать, достоин ли он, чтобы его купили в 2020-м. Причем практически в середине 2020-м. Я думаю, что более чем достоин. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok